Они реально как драконы становятся. Они понимают, что вот с этим надо по беспределу. Раз он так вот над нами издевается, тратит наше время. Мы тут и так уже замучены до невозможности. Это их разозлило. Конечно. Молодцы, что эти истории запоминаете их там, как-то другим рассказываете. Но вы не делайте выводов, что надо было сделать в этой ситуации. Быть всегда на чеку. Вижу вдалеке, идут трое живых человек, но все в масках. И с ними собака, но без намордников. Вот там я напишу, что не разъяснены. Это первым делом. И самое главное, найти все такие места. Он на первой странице увидел, а на второе два места не заметил. Это нарушено право на защиту. Ну а кто это видел? Как ты это все докажешь? Это все с твоих слов. Ни аудио, ни видео, ничего нет. Отстояло их ниже позицию. Перед ними же. А в итоге понял, что нету смысла. Я недовольный, я довольный. Ты ему могла не добавить паспорт. Ты не обязан передавать? Сошлись на норму права. Когда удостоверение показывает, покажи лицо под видео. И жалобы на него 112 примите, рассмотрите. Они все сами закредитованы, заипотечены, звездиться не могут. Вот когда они звездочки получают, вот ради чего они стараются. Кохлома это роспись. Кжель это роспись. Детская каляка-маляка это роспись. Точка это роспись. А что такое автограф? А чем они отличаются? А символ летучего голландца. Да не я определил, а народ определил. Поставь вот здесь любую закорючку. Подпись, роспись, автограф. Нам вообще без разницы. Вот их оферта звучит. Сделай то, что мы хотим. Хоть что-то сделайте так, как мы хотим. Им главное переволить тебя. Подчинись. Мы тут власть. Вот я тебе даже галочки ставлю за тебя. Все дело воли. Это ты сказал, что ты не хочешь. А что ты хочешь? С чего ты взяла, что я снял свою персону с регистрации? Система, знаешь, как очень четко среагировала? Они как увидели это видео. То есть они вот этого испугались очень сильно. Много же людей захотят так же пойти. Он выпал отсюда год назад. Все, чего ему надо? Я не персона. Я не могу быть зарегистрирован нигде. Когда снимаешь персону с регистрации, прописка не исчезает. Наоборот, прописка всплывает. Молодец, что хоть сама осознала. Бери и помни. Взяла, а не помнит? Твоя оферта отклонена единогласно. Видишь, как переволил? Хитро и быстро. Это же самое главное, как переволить. Переволить. Так у меня знаешь, сколько таких фишек? И в камере, и в суде, и на выходе из суда. И когда уже срок назначили персоне. И даже когда вышла оттуда. В любой момент. И вот еще такой есть момент. Объяснение, которое я хочу написать, допустим, как от живого человека, а не от персона. А в волеизъявление. А что так тихо говоришь? То есть я должна в протоколе еще указать о том, что я напишу вот эти объяснения. На двух листах, допустим. Ты мои видео увидела? Самостоятельной правозащиты. Ну, не все. Вот посмотри, пересмотри. Я это там все разъясняю. Как персоединять федотесты? Какие? На какой стадии? Для чего? Почему? Ну, если сжато. Если сжато сказать. Если сжато? Да, вот сейчас. Прямо сейчас. Как последовательно это сделать? Ну, так и так. Как только он начинает что-то там говорить, что сейчас будет составлен протокол, вы подозреваетесь там, или вы задержаны, все. Уже пошел профессиональный процесс. Уже можно ходатайстить. Мне нужен защитник. Я вам делаю устное ходатайство, пока видео работает, пока аудио работает. Оно у вас уже должно работать. Да. Поняла. Если не работает, пишите письменно. Дай ручку-бумажку, либо прими устное обращение. Пиши. Это от меня ходатайство. Я там распишусь. И все. Еще один момент. Вот это вот. Когда он заявляет, что будет составлен протокол, он, по идее, должен сразу же начать разъяснять права. Потому что очень зачастую я сталкивался. Они права не разъясняют. Начинают типа писать протокол. И так, между прочим, как будто беседуют. А работаешь, где нет? Ну да, работаю. А где? Там. Ну и выпытывают. А номер телефона какой у тебя? А потом все это вносит. То есть я уже, он меня не предупредил. Я себе насвидетельствовал кучу. И он мне потом в конце НАПа отпишись за 51-ю статью. Ты мне не разъяснял. А что, ты сам не знал, что ли? Такие моменты, что это очень важно. Так это важно, конечно. Надо соображать на лету. Вообще, изначально, вот увидел издалека. Вон я по Сайме гуляю, вижу, вдалеке идут. А, вон, вижу это. Трое-трое вроде как живых человек идет. Но все в масках. И с ними собака. Но без наморника. Я когда вот этот абсурд вижу, у меня сразу внутри. Все, я насторожаю. Сейчас что угодно. У меня сразу рука готова это достать. Один телефон и второй. Быть всегда на чеку. Антон Николаевич, такой вопрос. В протоколе написано состоящим на учете. Откажется от видения. Это на учете у кого состоящий. Ты мне вопросуешь? Да. Ты Антону Николаевичу спросил. Антон. Созвучно же с Антон. То есть не обязательно. Ко мне нужно обращаться по имени, да, Антон? Прекрасно. Вопрос в следующем. В протоколе написано состоящий на учете. На учете у кого? Что за учет? Протокол на транспорт. А, это же водительское. Это административное правонарушение. Это по этим, от ГАИшников протокол образец. Они без обращения в суд, мы отправим сами выносить постановление. Не, я просто думал, в административное удостоверение, это все просто как дополнительная информация. Понятно. То есть это по ГИБДД. Ну, я тут вообще не в умном, потому что у меня машины нет и даже не собираюсь. Понял, принял. Ну, примерно одинаково. Ну, примерно, да. Но там идет учет, это учет автомобильного средства, да? Ну, это можно все опустить и все. Самая главная статья, это, блин, когда вот берете, вам подсовывают бумажку, вот, вот бумажка. У меня на автомате, я начал искать две цифры. 5, 1. 25, 1. Нашел? Да. 51. И 25, 1. Вот их нашел, все. Сразу себе заприметил. Вот там я напишу, что не разъяснены. Нет. Это первым делом. И самое главное, найти все такие места. Потому что они, бывает, разбивают на 3-4 лета. Мне он присылает протокол. Я говорю, написал не разъяснены? Он говорит, да. Я открываю, смотрю, пришли мне какие-то фото. Сфоткал, да, пришли. Присылает. Он на первой странице увидел, а на второй два места не заметил. И что ты, говорю, обжаловать собрался? Ты сам себе противоречишь. Там тебе разъяснили, а тут не разъяснили. Трактуется в пользу чего? А вот тут надо обыгрывать, смотря что ему разъяснили. Но в любом случае, если мы даже хотя бы одну статью не разъяснили, то есть если присутствует надпись «не разъяснили», это уже основание, это нарушено право на защиту. То есть это уже основание для отмены протокола в этой высшестоящей инстанции. И вот. И они пытаются и так, и сяк. Ну и им, естественно, удостоверение требует. А на удостоверениях у них три кода указана прямо в ЮС Америка, Калифорния. Это мы знаем все. Ну и все. А слушать-то они не государство, а государство. Юрий, о чем с тобой разговаривать, если ты статью 5, пункт 4 не знаешь? Как у него удостоверение вытащить, информацию о нем? Ты хоть номер нагрудного знака списал у него? Звание запомнил? Что у него? Какие погоны? Обычно, ну, когда... Как ты его хотел удостоверить? Чисто через удостоверение, но он тебе отказал и правильно сделал. И не обязан по закону. А ты развернулся и ушел? Или не дождался? Ну, ушел-то, когда они сами уходят, хорошо. Ну, а кто это видел? Как ты это все докажешь? Это все с твоих слов. Ни аудио, ни видео, ничего нет. Ни номера нагрудного знака, ни звания, ни должности, ни фамилия, ни имени, ни отчета. Ничего нет. Купите закон о полиции и с собой возите. Вот, у меня нет машины, но я все купила. Я все с собой ношу. И правила торговли ношу, и полицию ношу, и пиват ношу, и конституцию ношу. А вы матрешки с собой всегда носите? Я только сегодня принесла. Зря. А чего? Если бы вы начали задавать все эти вопросы полицейскому, достали бы матрешек. А там времени мало. У кого мало? Вы бы его сразу победили. Мне тоже, знаете, один такой момент интересен. Когда приходишь в Сбербанк, паспорт попросили. Ну ладно, паспорт дал, они его проверили, все листочки. Потом говорят, снимите маску. Я говорю, девушка, я не могу снять, я не могу нарушать права. Раз закон выпущен, значит, я должна его соблюдать. Ну, вы хоть на минуточку. И я говорю, нет, девушка, не могу говорить. А зачем вы маску носите? А зачем вы маску носите? Ну, вы знаете, у меня было несколько моментов и приятных. Поэтому я как-то иногда одеваю вот в такие места, где все в маске сидят. Я смотрел с момента этой истерии и разума влияния белого маска. И вы всегда получал то, что мне нужно. Серьезно, без всяких там привычек. Может быть, я просто слабенькая женщина. Не могу отстаивать свои, так скажем... Ну, убирайтесь. Мне проще одеть. Ну, вот тут вот я... Нет, вы отстояли. Не сниму маску. Не сниму. А она вас обслужила? Нет, она меня отправила к старшей. Я пошла к старшей. Перед ней снимала. Да, она, значит, говорит, вы знаете, что... Не сниму маску. Она говорит, вот вы отойдите к двери. Или давайте я отойду. Вот снимите, пожалуйста. Хорошо, хороший материал для Камеди Класса. Да, да, да. Для КВН. Но меня обслужили. Так и не сняли? Нет. Вот ведь отстояли. Ну, тут вот, ну, там женщины были. Вот если бы ты так же отстаивала не ношение маски, я бы тебя похвалил. А так ты отстояла ихнюю же позицию. Перед ними же. У меня тут несколько раз не так. Они-то перебываются на ходу. В МФЦ бывает. То оденьте, то снимите. Вопросы? А как нужно расписываться в паспорте при его получении? Каждый сам решает. Вариантов много. Кто-то вообще не расписывается. Кто-то фиолетовой ручкой прочерк ставит. Кто-то CFB пишет. Кто-то AR дописывает. А в чем тогда физический смысл подписи в паспорте? Подтверждает факт присутствия. А прочерк не подтвержден? Там где-то сказано, что я не помню где. Типа прочерк это не акцепта вообще в любых условиях. Как бы протокол заставляет. Я могу ли я до этого? Он мне говорит, место работы. Я говорю, отказывайся общить. Он прочерк пишет. Сам пишет. А почему он не пишет словами, отказался ответить? Почему он паспорт ставит? Да потому, что он запарился. Это участковый. Он чуть ли не круглосуточно трудится. Ему вот это каждое слово от каждого писать. Смерти подобно. Ему проще прочих поставить. Вот и все. Простая логика. И вот это вот твое, как говорится, выпендривание по поводу. Паспорт не покажу. И копию не предоставлю. Это выпендривание. Каприз женский. Кто? Каприз. Каприз? Конечно. Хорошо. Твой каприз. С любовью. Да, с любовью причем. Да. Так вот слушай, чем такие капризы оборачиваются? Я поняла, ты уже объяснил это. Нет. Как нет? Нет. Я что, по второму разу ты считаешь, что одно и то же стараюсь сейчас тебе пытаюсь разъяснить? Мы вроде как слышали, что... Так в том-то и дело, что не то. Я сейчас новую ситуацию описываю. Слушай. Слушай. Ну что, я просто так буду говорить, что ли? Я прекрасно помню, о чем я говорил. Так вот. Вот это твой каприз по поводу то не дам, это не дам. Везите меня в отдел, но они тебя везут. То есть, везут тебя, скорее всего, ППСники. Они привозят, сдают. То есть, им нужно оформить, написать рапорт. Вот это все сделать. Что? Больше не буду. Меня ж везут. Кого везут? Я не про тебя говорю. Я так, в общем. Везут в отдел. Там они вставляют рапорта. То есть, это время, час уходит, как минимум. Потом появляется участковый. Ты ожидаешь, они ожидают. Появляется участковый. Все это читает. Рассматривает. Потом к тебе приходит. Начинает это все выяснять. То есть, ему для этого время нужно. Потом в итоге выясняется, что, оказывается, есть копия. И ты, в принципе, и не отказываешься. Как выяснилось, уже сообщите установочные данные. И как только он увидит, вот эту копию, он поймет. О, приехала эта. Капризуля? Драконить нас приехал. Не понимаю, переведи. Капризуля, да. На твоем языке капризуля. Выбирай слова. Что за грубые такие слова? Драконить. Ну, что за дела? Я не понимаю. Ну, а потому что я видел их глаза. Они реально как драконы становятся. Они понимают, что вот с этим надо по беспределу. Раз он так вот над нами издевается, тратит наше время. Мы тут и так уже замучены до невозможности. Это их разозлило. Конечно. А то прям драконизм. Что-то такое. И они включают вот этот, так называемые, репрессии. И можете дальше уже все, что угодно произвести. Это сам все прошло. Я же говорю, паспорт в носке прятал. Вообще бы с собой не брал. Ничего не называл. По-всякому это бы испробовал. А в итоге понял, что нет смысла. Показал, сказал. Все. Главный протокол заполнил правильно. И все. И никуда он не уйдет. Все. Вывод. И они довольны. Я довольна. Все. Подчеркиваем черту. Давать паспорт, установочные данные правильно. Потом только корректировать этот протокол. Все. Это наше спасение. Все. Закончили эту тему. Всем все понятно. Дома изучите, посмотрите. Вы следующий урок сдадите. Не знаю. А зачем? Нет. Надо скинуть видео. Есть видео конкретно, как заполнять протокол. Такое, прям, как сказать, самые сливки. Краткое и емкое. Да. Краткое и емкое. Есть, Антон? Чтоб всем было. Раз, все посмотрели. Три видео. Краткость эта не наша. Кридем. В принципе, есть. Каждый может себе распечатать просто по бланку. Дома сесть запомнит. Да. Дома сесть запомнит. Сумочки носите. У нас сейчас такое время неспокойное, что черт его знает, с какой стороны кирпич на голову упадет. Поэтому я так думаю, что нужно бумажечки эти носить. А может быть, я спрошу. Вот со мной был случай. ГИБДД я снимала с учета автомобиль свой. И, в общем, тоже там с маской. Девушка ко мне придралась и, в общем, никак не уступила мне без маски. И дошло до того, что она сказала, что все, или уходите, или мы будем сейчас наряд вызывать. И они вызвали меня. И когда приехал этот наряд, значит, паспорт, который был у майора, который меня оформлял, ну, по документам, все, он уже закончил. Он мой паспорт отдал ей в руки. Это, ну, я так скажу. Вот. Но я ее вырвала, этот паспорт с ее рук. Ну, и сказала, что в чем дело вообще. Мне вообще-то он должен был отдать этот паспорт. При этом она ко мне никак не обратилась. Она сделала вид, что меня нет. И она ушла, встала у порога двери. И больше ко мне не подходила. То есть она стояла и ждала, когда я мимо нее пройду. То есть ее задену, наверное, плечом или как. И сколько я там, минут 15-20 я просидела в зале. Ко мне никто не подошел, не сказал, что там пройдемте там или еще что-то. То есть ко мне никто никак не заговаривал. Вообще никак. Я сидела-сидела, мне уже жарко стало. Думаю, сейчас включу телефон и пойду. Но мне повезло, что эта девушка, она когда стояла вот у порога, она отвлеклась на телефон. Она там в телефоне что-то читала. Я мимо нее просто прошла. Вот. И спустилась и ушла. Вот. Они следом уже стали мне звонить на телефон. Этот телефон они взяли у этого майора, который меня оформлял. И, соответственно, я, когда она мне позвонила на телефон, ну, я вижу, незнакомый телефон, беру. И она говорит, такая-то, такая-то, меня там спрашивает. Я говорю, а вы кто? Представьтесь. Она говорит, я тоже такая-то, такая-то там, из полиции. Я ей отвечаю, откуда у вас мои персональные данные? Кто вам их передал? Ну, она тут же запнулась, испугалась и передала трубку этому майору. Этот майор стал спрашивать, где я иду, куда. Ну, я ему то же самое ответила. Какое он имеет право использовать мои персональные данные и дозадавать мне личные вопросы. Ну, как бы вот так вот. Ну, перед этим я тоже ему сказала, чтобы он представился, кто он, что он. Он там вот назвал себе и все. И он там, типа, нужно что-то подписать. Я говорю, не знаю, что вы там пишете. Это, как говорится, ваши проблемы. Так что, говорю, до свидания и все. Ну, и как бы на этом все. Они, видимо, соорудили это дело. Потому что мне потом пришел на почту, пришел через месяц, пришло письмо, что это дело было рассмотрено. Ну, как-то там вот так завуалировано все написано, что, ну, я так поняла, что это дело или не возбудили, или как-то его там отправили в какой-то там, как-то они так написали, вот, юридическим языком, что куда-то они его так отправили. Ну, я в Яндексе почитала, что это значит. Это значит, что дело закрыто как-то так. Или его не рассмотрели, или не стали. Да, или что-то такое, что они его, да. Это из-за чего было? Из-за маски? Из-за маски. Составляли протокол? Я не знаю, что они делали. Вот мне пришло просто вот такое письмо. Ну, при тебе вот это бумага. Ничего, никто, вообще никак. Ну, и все. Он, то есть, он вытянул из тебя персональные данные. Ты паспорт, ты отдала, или у тебя его забрали? Он ей передал? Нет, к нему как паспорт попал? Я же оформляла там, да, я ему отдала, потому что он же... Сотрудник ГАИ отдал сотруднику полиции в составе наряда, которая находилась. Кто оформлял меня по сделке вот этой вот, он же и отдал ей, ну, полицейской. Взял из окна, и вместо того, чтобы мне отдать этот документ, он берет и ей вот так отдает. Ну, я, естественно, вырвала. Это как это? Что такое вообще? Мимо меня тут мои документы ходят по рукам. Ну, да. И она ко мне никак не обратилась. То есть, она вот прошла мимо меня, вот так вот, я у нее вырвала. Она просто там возмутилась и ушла. То есть, она ко мне не подошла, не предъявила мне ничего. Вот такой интересный... Ну, как это так? Это... Как понять вот эту ситуацию? Ну, как... Как вот они? То, что это... Они не смогли ко мне шажать? Ну, они что-то знают. Они так же видят видеоролики, они так же сидят в соцсетях. Они тоже это все понимают. Да дело не в этом. То есть, ты каждый работает на своей работе и все. Ты, во-первых, должна была все это фиксировать на аудио-видео, чтобы иметь доказательства того, что она... Это майор передал третьему лицу, пусть даже сотруднику полиции, но он в рамках своих должностных полномочий не имеет права передавать вообще другому. И вообще, можно... Ты могла не давать. В руках держать и все. Я не обязана никому передавать. Нет, так я и не давала никому. Ты говоришь, что... Ты говорила, отдала. Ну, это... Она подъехала в тот момент, когда он со мной... Ну, по сделке моей... Я тебе поясняю еще раз. Ты ему могла не давать паспорт. В руках держать. А, вообще не давали. Конечно. При этой процедуре, да? Я вот так, тремя пальцами зажимаю и все. Попробуй, вырви. Три пальца, все. Я ее держу намертво. Некоторые пытаются, я говорю, нет, не дав. Видят, что ты это жестко держу. И там даже порвать невозможно, потому что обложка эта... Она жесткая, она прошита. В общем, там армированная решетка вшита. То есть, там очень большое усилие надо приложить, чтобы вырвать его. И все. Я не обязан передавать. Сошлись на норму права. У всех такая? Ты что, не разбирался? Можно вопрос не по кеме? Сколько там времени? А, в самом паспорте не обложка. Тут что надо было делать? Подождите. По этой ситуации. Вот вы молодцы, что эти истории запоминаете их, как-то другим рассказываете. Но вы не делаете выводов, что надо было сделать в этой ситуации. Во-первых, надо было аудио-видео ввести, чтобы у вас были доказательства. Во-вторых, на этого майора надо было тут же жалобу через 112 подать. Примите жалобу. Такой-такой-то. Номер нагрудного знака, удостоверение покажи. На погонах такие-то звездочки. Когда удостоверение показывают, покажи лицо под видео. Мне нужно с фото в удостоверении сферить. Там же он без маски. Правильно? Снимите маску. И все. И жалобу на него. 112 примите, рассмотрите. И на нее также. Взяла без спроса, превышила должностные полномочия. Не представилась. И все такое. Вот этого они боятся. Что на них 112 поступит жалоба. У них же премии, все от этого зависит. Они все сами закредитованы, заипотечены и т.д. А когда им приходят жалобы, с ними уже другой разговор начинается. Они уже не могут выше этого пойти. Они уже звездиться не могут. Вот когда они звездочки получают, новая звезда прилетела. Замечательно. Прибавка к зарплате и к пенсии. Вот ради чего они стараются. А когда на них жалобы сыпятся. Слева, справа и сверху, снизу. Все. Лучше бы она тебя не видела вообще. Антон, два вопроса. Ты говоришь 112 звонить. Насколько это вопроса дозвониться? Потому что с твоих слов это не получается сделать. Мне трудно. В чем проблема? Ищи пути. Включай соображалку. Второй телефон, вторая симка. Прохожий прошел мину. Можно 112 позвонить? Я вам денежку дам. Как хочешь, так и решай вопрос. Крути-верти. Ну, жалобу оставь. Телефон станет многоканальный и он доступен. Да. Понятно. То есть, это конкретно тебя блокируют, видимо. Я верно понял? Возможно. Я к такому выводу пришел. Второй вопрос. По поводу росписи в паспорте. То есть, как ты рассказывал в одном из своих видео, если паспорт поставить, то есть развернуть правильно, а не как мы его переворачиваем, подпись МВД оказывается ниже. То есть, когда люди ставят прочерки или по-другому расписываются в паспорте, они как-то правый нижний угол фиксируют за собой. Имя туда свое вписывают или дополнительную роспись. Ну, я не видел такого. Ну, по идее, надо повесенному праву. Понятно. Но они это могут трактовать как порча документа. Да. Они могут, а 100% спасибо. С другой стороны, роспись-то прочих или CFBR, или просто свое имя, через две точки, это тоже порча документа. Нет. Нет? Ты можешь, имеешь право расписываться, как тебе угодно. Хоть юридик поставить. Сошлись на норму права, которая меня ограничивает в росписи. Сошлись на норму права. Вот когда им начали красной ручкой расписываться, они быстренько в течение полугода переделали вот этот, не помню, какой он, 825-й, что ли, этот приказ. Они выпустили новый, 700, не помню, тоже какой, 73-й или 53-й. Короче, они переделали. Теперь можно только черный, фиолетовый и синий расписываться. Все. Фиолетовый оставили. Хорошо. А отличия подписи и росписи? Некоторые умудряются и красной расписаться. Некоторые умудряются и вообще не расписываться. Ха-ха-ха. То есть пустое поле оставлять? Да. Ясно. Насколько я понял, подпись – это роспись плюс фамилия. Нет. Я же пояснял это все. Зачем слушаем? Что такое роспись? Примеры. Роспись по дереву. По дереву. По дереву – это резьба. Можно и расписать дерево? Почему? Ну, соображай. Роспись по трафарету. Хохлома – это роспись? Да. Ну. Гжель – это роспись? Да. Ну. Детская каляка-маляка – это роспись? Нет. Как нет? А на стене написано художественным образом три буквы, самые знаменитые. Это роспись? Дом? Или суд? Или суд. Так. Это роспись? Каляка-маляка. Каляка-маляка – это роспись? Да я не могу назвать росписью. Это надпись. Гжель – это роспись? Да, это роспись красками. А если в гжеле кто-то углядит с какой-то слова на три буквы, это же все равно роспись? Да. Ну, вот я свет. Какая разница, берешь фиолетовую ручку и рисуешь там, по твоему мнению, гжель. Лучше всего нигде не расписываться, вам скажу. Нигде. Подожди, сейчас не в этом суть. Ясно, что такое роспись? Ясно, что в принципе что угодно, любой набор символов или знаков. Точка – это роспись? Ну, если ее посчитать жилью. Высокохудожественная точка. Там, не знаю, что такое. Ну, вот. Это роспись. Крестика – это роспись. Прочерк – это роспись. Собственно, ручно написанная фамилия – это тоже роспись. Но по законодательству РФ присутствуют все признаки подписи, если напишешь фамилию, собственно, ручно. Потому что, согласно ГК-19 и плюс термины со всех словарей русского языка, подписью считается именно подписью, собственно, ручно написанная фамилия. Сто раз об этом говорил. А что такое автограф? Роспись и, собственно, ручно написанная фамилия в скобочках. А чем они отличаются? Чем они отличаются? Кто они и чего? Вот. Роспись, подпись и автограф. Подпись, как мы выяснили, это вообще что угодно. Любой набор символов. Роспись, все что угодно. А ты сказал подпись. Оговорился. Слова похожие? Оговорился, да. Роспись – это получается какой угодно набор символов и знаков, поставленных в отведенном месте. Не обязательно себе символов и знаков. Завитушки, закорючки, точки, крестики, все что угодно. Роспись. Символ. Но набор символов, как-то же надо определить это, по моему мнению. Или просто можно сказать... Завиточек какой имеет символ? Завиточка? Мы же нашли от него слово «завиточек». Значит, это символ завиточка. Вот я считаю, что это завиточка. А символ смайлика? Есть такой? Конечно. А символ летучего голландца? И такой? И такой есть. Есть такой символ? Я чуть не видел. Ну, ты же его определил в видеоролике, и я сейчас знаю, о чем ты говоришь. Да не я определил, а народ определил. Хорошо, для меня источником этой информации был ты. Хорошо, пускай народ определил. Тогда и говори через меня. Через тебя. Роспись – это... Попробуйте еще раз. Роспись – это набор символов. Нет. Это символ, да. Ты называешь частный случай росписи. Я тебе еще раз повторю. Роспись – это все, что угодно. Хорошо. Признаю, роспись – это все, что угодно. Подпись – это в том числе и собственноручно написанная фамилия. Нет, это только собственноручно написанная фамилия. А автограф? Вот это я тебе вопрос задал. Ну, мне остается здесь только предположить, что это... Да что угодно, но я беру вариант. Автор, биографическое изображение. Чего? Автограф, фамилия вместе с... Необязательно фамилия. Опять же, автограф – это частный случай росписи. Автограф – это частный случай росписи. Позволяющий хоть как-то отождествить, сопоставить, идентифицировать автора данной росписи. Ты можешь написать собственноручную фамилию и сказать – это мой автограф. Потому что она позволяет идентифицировать как-то человек, человека написавшего. Я сам решил, что... А если ты нарисуешь кружочек просто, ну это просто кружочек, как идентифицировать. Но если ты этот кружочек, да, вот просто круг, будешь рисовать везде, и ты будешь очень знаменит, как, допустим, Майкл Джексон, или еще там кто-то, то все будут знать, что если кружочек вот так нарисован, да еще определенным цветом, то это автограф – это именно его. Понимаешь? Автограф – это частный случай росписи, который можно сопоставить, отождествить с определенным человеком. Так что автограф и росписи – это, в принципе, одно и то же. А марки вот к чему-то относятся или это вообще другая направленность? Другая. В повексе, да. Сейчас идет речь о том, как расписываться. Правильно я понял? Да. Желательно меньше ставить своей подписи, росписи, автографа вообще практически не стоит. Ты еще скажешь, желательно ручку с собой не носить. Я вообще не умею писать. Нет, почему? Ручки надо носить. У меня боязнь на росписи, не подходите ко мне. Да, хорошо. Вот это лучше не расписываться. Вот кто-то говорит, потом это к печальным последствиям приводит к тому, что это… Распишусь, да. Протокол в твоем отсутствии составляет, присутствие двух свидетелей. Вот и все. Надо послушать. Надо протокола, надо подписывать. И ставить росписи. Правильно ставить. Желательно не подписывать, но правильно расписаться. А если просто печатными буквами этот паспорт фамилию приводит? Это именно для ГИБДД. Вольному воле. Что это будет? Ну, это, скорее всего, будет идентифицироваться как подпись. Как подпись. Потому что все признаки ГК-19 плюс это, все признаки подписи есть. Человек или лица? Ну, какая разница. Они посчитают, что это персон. Они посчитают, что это персон. И будут правы. Им без разницы. Хоть дал по-паспорт. Им без разницы. Главное, чтобы ты дал свое согласие. А ты понимаешь, они тебе дают оферту. Нет, это я понимаю, что… Поставь вот здесь любую закорючку. Подпись, роспись, автограф. Нам вообще без разницы. Просто сделай то, что мы хотим. Вот их оферта звучит. Сделай то, что мы хотим. И многие, как говорится, не проявляя свою волю, делают. Вот как это в администрацию мы ходили два года назад. Знакомиться с суставом города Сургут. Заходим. Они говорят, пройдите через рамку. Я говорю, я не хочу. Он говорит, почему? Не хочу. Откройте мне турникет. Я пройду. А почему? Я говорю, какая вам разница? Откройте и все. Они говорят, ну ладно, все, открыли. На обратном пути все, уже выходим. Тоже там пытались отказаться. С этим устав города Сургут показать, оригинал отказали. Все равно показали. На выходе. Опять то, что они уже там все посвящались. Уже втроем вышли такие, стоят такие. Сейчас мы его подломим. Я одеваюсь. Они такие, ну все, проходите мимо рамки, сквозь рамку. Я говорю, вот же у вас турникет. Они говорят, мы вам рамку отключим. Я говорю, не хочу. Они говорят, почему? Ну не хочу. Вот же вот люди через турникет выходят свободно, прикладывая карточку. Мне просто там кнопку нажмите, я выйду через турникет. Они говорят, ну а что вы так это? Пройдите хотя бы рядом с рамкой. Там же есть место полметра. Рядом с рамкой пройдите. Я мгновенно сообразил. Сделайте так. Хоть что-то сделайте так, как мы хотим. Понимаешь? Им главное переволить тебя. Подчинись. Мы тут власти. Вот что они говорят. Ну хотя бы рядом с рамкой пройдите. Они боятся свободно. Потому что у них камеры стоят. У них вот это все. Они потом за это все будут отвечать. Что они не переволили. Зачем они там все нужны, если они не могут свою волю навязать? Свою власть. Когда в администрацию пойдем. Зачем? Зачем провоцируешь? Я предлагаю. Можно вопрос задать? Он ляжет, полежит, подумает. Все пройдет. И пойдет он никуда не будет. Вас посадили. Чим я тебе не понравилась? Чим я тебе не понравилась? Да никто ее не посадил. Она что, дерево что ли? Памятник? Весь смысл в этом. Вот в этом с протоколе то же самое. Я тут нарисовал, короче, что захотел. Давай подтверди, что я тут все правильно написал. Оставь хоть что-то, закорючку любую. Подпись, роспись, автограф, не без разницы. Просто вот здесь вот это. Вот я тебе даже галочки ставлю за тебя. Я за тебя ставлю галочки, где тебе нужно оставить свои закорючки. Я за тебя решаю, где ставить. И вот он тебе дает и говорит, на, выполни мою волю. Все дело в воле. Когда до вас до этого дойдет, когда вы научитесь свою волю проявлять, вам любое предложение, любая их оферта будет по боку. Вы их переволите. Вы сразу будете это видеть. Когда вам навязывают свою волю, у вас мгновенно должно возникать желание переволить, свою волю проявить. Не важно, какая она будет. Благодарствую не хочу, я пойду вот так. Это ты сказал, что ты не хочешь. А что ты хочешь? Хочу вот так выйти. Вот. Благодарствую я не хочу. Многие не видят и не слышат этого. Они начинают отрицать их волю. Нет, я так не хочу, я не буду, я не обязан и все такое. А как они хотят, то есть проявить свою волю, многие до этого не догоняют. Я им сказал, я говорю, не хочу вообще даже рядом с рамкой проходить. Я говорю, хочу вот здесь, где турники, где все люди выходят, я там хочу. Все в администрации. А в судах редко получается, смотря на кого нарвешься. Там даже нет места пройти. Там своя стратегия. Вот уж. Там своя стратегия. Зато я сейчас хожу со всеми приставами, за руку здороваюсь, когда мы на улице. А, ну на улице. Да. Зато они меня все знают и поддерживают. Меня тоже на перепряме. Не надо так говорить. Там хорошие люди работают. Да. Просто они стесняются под видеокамеры разговаривать по-другому. Да, я в суде открыла, так отодвигала стол и выходила не через рамку, а потом опять задвигала. Антон, ты о них так говоришь, хорошие люди. Понятно, что мы все хорошие, но они нарушают закон. И они идут против народа. Как они могут быть хорошими? Ну если твой сын нарушит закон, ты его что, запишешь плохие? Вот у меня есть хороший сын, который соблюдает законы, а есть плохой сын, который не соблюдает законы. Вот не хочет и все. Он не плохой. Он просто пока еще не осознает. Вот у него такой выбор. Ничего страшного. Что значит, ничего страшного? Ничего страшного. Нет, так не бывает. 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 На данный момент он не хороший человек. Может стать хорошим через определенное время. Перечитай Булгакова, как разговоры куратора с ЕУШа. Он сказал, что все люди хорошие. Я согласна, и с твоей точки зрения они согласны. А моя задача именно помнить об этом. Согласен. Вот и все. Какой Булгаков? Михаил Булгаков. Это другое собачье сердце. Мастер Маргарита. Может у тебя своя вопрос? Ты его. Давай. Я не по протоколу. Вот скажи, пожалуйста, мне интересует, ты выписал свою, снял с регистрации свою персону. Что это тебе дало? Тебе приходят вот эти ЕПД по ЖКХ на твою квартиру? Давай с самого начала. С чего ты взяла, что я снял свою персону с регистрации? А я ты делал видео. Ты там показывал свой паспорт и просил девушку снять персону с регистрации. Какую? Булгакова Антона Николаевичная. Наверное или точно. Если ты не поменял фамилию, там может всегда нельзя. Наверное или точно. Ну, Антон, ну что такие вопросы задают? Я тебе прямые вопросы задаю. С чего ты взяла, что я снял свою персону с регистрации? Ну, я слышала видео, поэтому спрашиваю. Давай уточним, что ты слышала? Я слышала, что ты видела, ты подаешь паспорт какой-то там девушке и говоришь. Я тебе точно скажу, что я там говорю. А я-то тут при чем? Я хочу снять с регистрации персону. Да, вот. Ты снялся с регистрации? Персона снята с регистрации? Персону снял с регистрации. Что приходят тебе на квартиру по ЖКХ, ЕПД? Ты не догоняешь. Чью персону я снял с регистрации? Не догоняю. Чью ты персону снял? Ну, чью? На персону приходят ЕПД? С чего ты взяла, что я свою персону снял с регистрации? А какую ты снял перед персоной? Другую. Какую другую? Вот такую другую. Не понимаю. Вы понимаете, какую персону снял? Не свою. Не Антона Николаевича Булгакова. Антон Николаевич Булгаков до сих пор зарегистрирован и прописан там, где Комсомольский 216. С этого места поподробнее не понимают, что это значит. Пересмотри видео. Я там не говорю, что снимите с регистрации персону Антона Николаевича Булгаков. У тебя стоит штампик снятия регистрации? Нет. Ну, не догоняет вообще. Я тоже не понимаю. Тоже не догоняет. Ну, очевидно. Другую персону, наверное, на коту какую-то хотела. Все видели видео, но вы не умеете смотреть воспринимание информации. Я не смотрела видео, я видела, что оно и есть такое. Я предлагаю достать матрешек. Будем узнать ситуацию. Как они вам понравились. Сналы, что приносили. Мне понравились. Все заценили. Знаю, куда иду. А говорит это взрослая женщина. Девочка родилась. Посмотрела видео. А информацию не услышала. Я снял с регистрации персону отца. Я же специально там. Это называется монтаж. Джонни, сделай мне монтаж. Вот сначала люди встречаются. Потом проходит время. Они целуются. Потом проходит время. У них появляется бэби. А видеомонтаж это вот взял, вырезал. Влетелся. И вот тут вырезал. Сразу бэби. Джонни, сделай мне монтаж. Вот попробуй пойми твой монтаж. Это искусство видеомонтажа называется. А зачем он нужен, такие заморочки? А вот я специально так сделал. Чтобы у нас мозги подумали. Не только у вас. Я это сделал ради того, чтобы протестировать систему. Система, знаешь, как очень четко среагировала. Они как увидели это видео. Я протестировал. Тем самым я узнал, кто меня смотрит. Причем очень внимательно смотрит. Вот они все подумали, что я свою регистрацию. Это персона с регистрацией снял. И везде в судах. Вот если посмотришь последующее видео после этого. Не помню фамилию. Короче, в суде там какие-то разборки были. И там прямо дерзкого пристава самого пригласили. Они всячески пытались через секретаря, через судью, через пристава. Говорят, покажите на элементарные действия. Что-то там не надо было определение выдать. Они обычно просто так выдают. Ну, видят меня, выдают. А тут говорят, покажите паспорт. Паспорт покажите. Ну, достаю, показываю. Говорят, а дайте в руки. Я говорю, не дам. Ну, дайте. Мне же надо там прописку посмотреть. Я говорю, не дам. Ну, откройте прописку. Я говорю, а зачем? Мне надо посмотреть. Я говорю, а вам достаточно этих данных? Вот первая страница. Все. И стою, прикалываюсь. Я при этом. Все, я уже поэта. Для меня все ясно стало. Что они посмотрели видео. Подумали, что я пошел бы по этому пути. Снятие персональной регистрации. А потом что делают? Менять паспорт. То есть, они вот этого испугались очень сильно. За мной же 60 тысяч подписчиков, как минимум. Много же людей захотят так же пойти. И у них там кипиш такой был. Они начали всяческим методом выяснять. Снялся или не снялся. И через свои каналы. И через внутренние. И через внешние. И вживую. Им главное надо было. Дай посмотреть. И когда на входе в суд тоже они там это. Перелистните нам на дорегистрацию. Не буду перелистывать. Ты своей цели добился? Да, кипиш пошел. Я выяснил, где, кто, когда. Ну, у меня там определенные цели. Я их достиг, да. Так у меня знаешь, сколько таких фишек? А у меня тоже вопросы возникли. И вот я прекрасно осознавал, что многие люди сами себя введут в заблуждение. Что я снял свою персональную регистрацию. И так и есть. То есть, мало кто, вообще никто не спросил о чуре персональной регистрации. Ни у кого такой вопрос не возник. Монтаж. Искусство видеомонтажа. Информацию дал, но недостаточно. Да, пересмотрю все. Да, пересмотрю. Да там короткий ролик, минута. Да, пересмотрю. На пользу и привилегий, какое он дает. Вот это. В смысле, да. Снятие или с регистрации. Чтобы всем было понятно. Куда штрафы будут приходить? Куда повестки будут приходить? Куда судебные приставы будут приходить? Вон люди снимают персональную регистрацию. Входят в общину, переписывают квартиру в общину. Приходят приставы и говорят, и тут такая-то персона проживает. Нет, нету такой. Вот справка, персона снята с регистрации, ее тут нету. А вы кто? А я живой мужчина. Хозяин имени такой-то. А где такое-то имя, отчество? Понятие тебе. Он выбыл отсюда год назад. Все, что надо? Разворачиваться, уходит. Нету ни персоны, никто не признает себя персоной. Персона снята с регистрации. То есть, персона снята регистрацией? Где ее искать? Потом паспорт меняется или тот же остается? Могут менять, могут сдать. Там разные варианты тоже. Кто-то теряет, кто-то... Кто-то дает такие привилегии, но закрывает доступ к социальным гарантиям от государства. Конечно. Конечно, конечно. Что, когда будем регистрацию и общине делать? Концепцию сначала надо поставить. Давно пора уже. Вопрос? Не говорите одновременно, пожалуйста. Чего еще раз? Можно, да? Значит, в таком случае... Ну, меня больше ЖКХ волнует. Значит, вот эти бумажки под названием ЕПД должны приходить к собственнику этого живого помещения. То бишь, или в МВД, или в администрацию. Поэтому я и спросила. Ты снят с регистрационного учета или нет? И куда приходят такие помещения? Я, в принципе, не могу быть снят с регистрации. Все, я поняла. Потому что я никогда не вставал никуда ни в какую регистрацию. Я не персона, я не могу быть зарегистрирован нигде. Паспорт твой зарегистрирован, персона в паспорте зарегистрирована. Вот так и говори, персона. Ну, да. Персона моя зарегистрирована. А ты про меня говоришь. Расторжестви меня с персоной. Как отделить нас от персоны? Словами. До сих пор не могу. Так, все, у меня нет больше вопросов. У меня, знаешь, сколько таких мулек? Я их так это просто, я не буду рассказывать. Я все это делаю через видео. Секреты должны быть. И через бумаги определенные. То есть, там, это, приставы вообще там, на приставах очень много отработано. А с регистрацией, если сняться, то прописаться. Как это... Как в Советском Союзе, что ли? Штампик со словом прописан. Ну, у них нет таких штампиков, они неуполномочены. У нас же нет государственных... Ошибаешься, есть. Советский кто? Форма... Один? Один, по-моему. Паспортного столя берется. Да. Когда снимаешь персоны с регистрации, прописка не исчезает. Прописка... Наоборот, прописка всплывает. Самоопределение это напишите. Какое самоопределение? Есть международное право самоопределения человека. По самоопределению выбирать гражданство. Если после моряки утонули где-то, через него припишут, утонул... Это я уже утоплена три раза. И последний раз меня утопили в девяносто первом году. Понимаете, по морскому праву меня утопили три раза. По римскому праву меня сделали бесправным рабом. Да. И куда мне теперь деваться? А вот был все равно живой. Теперь мне надо человеком стать живым. Да. Единственный путь... Родственник обезьяны. Нам говорит Дарвин. СССР. Семьдесят седьмого... Все. Это было раньше у них СССР. И сейчас также СССР идет. Народ. Подождите. Подождите. Какой СССР? Давайте по делу. А идет обучение. Идет аудиозапись. Вы одновременно все разговариваете. Либо останавливаем аудиозапись. Либо... Останавливай. Хватит же там. Кто поддерживает? Я поддерживаю. А я бы хотел еще один вопрос поднять. Есть возражающие? Возражающих нет. Меня все смотрят. А все. Твоя оферта отклонена единогласно. Видишь, как переводил? Хитро и быстро. Разом. Все были за. За что? Еще раз поднимите руки. Все были за и все сразу. Нет, не все. Пять человек подняли руки. Пять человек подняли руки. Это не все. Это не все. Это даже не большинство. Это не больше половины. Это одна треть. К примеру. Слушаем вопрос. А у меня единогласно. Не поднял. А у меня единогласно. Ну, хорошо. Давай. Идем дальше. Давай, начинай. Согласна со всеми? И с собой тоже. Ты же тоже не подняла руку, когда возражала? Я же спросил, возражения есть? Посмотрите. Никто не поднял руку. Ты согласилась? Сколько минут уже об этом трынди? Так я вам показываю, как надо переводить. Начинай вопрос. Это же самое главное, как переводить. Конечно. Переводить. А-а-а. А-а-а. Да? Да. Все. Это знаете, как в детстве. Помните, когда мы курицу ели, и там была такая косточка. И говорит, давай поломаем. А потом ты помни, когда отдаешь. Вот он, видите, эту косточку применяет. Это настоящая Российская Федерация. Обманываем. Обманываем, да. Бери, помни. Что нужно... Внимательно быть. Про косточку. Расскажи, пожалуйста. Нет, давайте про вопрос. Про косточку тоже очень важно. Самое главное – это воля. Я вам даю это. Это же замечательно, что поднялся такой пример. Расскажи мне про косточку. Ты не знаешь? Это наипервейший вопрос про волю. Нет, не знаю. Расскажи. Мы все знаем про косточку. Мне расскажите. Я не знаю. Нет. Тоже не знаю. Есть у курицы, значит. Никогда не говорите за всех. Есть у курицы косточка вот такого вида она, да? Как роган. Да. И, значит, съедается мясо. И, ну, хочешь поспорить там, вот я, допустим, с сестрой, я говорю, это самое. На, говорю тебе эту косточку. Не поспорить, это игра такая. Игра такая. На тебе косточку. И она уже знает. Если она взяла эту косточку, да, и я ей там что-то скажу, она должна за мной следить и быть внимательной, чтобы потом не проспорить это все. Она ломает, значит, вот эту одну, одну эту самую половиночку. Вот. А я ей говорю, бери и помни. То есть она, внимание, уже расходовала. Игра может длиться день, два месяца, даже год. Да, да. Мы с папой играли, например, там, три месяца. Вот он мне говорит, налей мне чаю. Ну, найк. Бери и помни. То есть, если ты в момент, например, условно, 5-10 секунд забудь сказать, беру и помню, то ты проиграл. А ты мне думаешь, я говорю, беру и помню. Если я тебе что-то дал, например, ты попросил мне ручку, я тебе дал ручку. Да. Ты мне не ответил, беру и помню. Кто? Через 5-10 секунд, то ты проиграл. Надо быть в осознанности. С детьми надо такое... Это дети с родителями обычно играют. Поджоку дал ему. В осознанность помню. Косточку слабо. Не понял? Ну, ясно. Бери и помни. Не кратишь. Это то же самое с видео. Все смотрели, но никто не взял и не помнит. Не, я помню, но я забыл уже. Ты проиграл. Кто помни, кто не помни. Вот он тут рисовал, уже протокол потренировался. Написал, мне разъяснены. Я ему тут же взял. Это же практика. Я ему взял, тут же букву М подписал. Получилось, что? Мне разъяснены. Говорил уже об этом. Не пишите. Нужно прям... Конечно. А еще лучше нет написать. Говорил, не помнит. Взял, а не помнит. Можно первую N большую написать. Так я так и сделал. Так же большую букву М подписал. Мне разъяснены все. Это подблок. Да какая разница? Это может быть. Я говорю, я же даю знание, как это избежать. Понятно. Все смотрели видео? Все сказали, взял и помню. А на самом деле не взял и не помню. Ну? Где созданы? Да? Ха-ха-ха. Так, ну давайте. Это уже 11. Про маски не будем говорить? Что, про маски не будем говорить? На следующий раз оставим. Давай на следующий раз. Просто первоначальный вопрос был этот. Ты мне зашла, я говорю, ты говоришь, что-то там, типа, давай уже это, практики переходить, я говорю, давай, где маска? Где поплыла? А, ну. Ну давай на следующий раз оставим. Все равно поплыешь. А по маскам я не знаю, что, по маскам уже все избито, все понятно. Да что ты говоришь? А что? Так я же тебе вначале сам показал, что ты поплыла. Я тебе элементарный вопрос задал. Поплыла. Чего-нибудь другое придумай. Растерялась. Растерялась. Понежнее. С любовью. Расфантазировалась. Это. Звучит? По маскам, ну, ну что, например. Вот я не хожу в масках, пока тут. Нет, Дима тут сидит, я все плююсь на него. Сидит осознанный человек, плюется до другого человека. Ну, молодец, что хоть сама осознала. Ну, у нас еще раз все уже устали. Давайте. Благодарство. Продолжение следует. Продолжение следует.